Всем привет, ребят! Меня зовут Спартак Спартакович. Сегодня мы проем довольно странную тему, но она нам нужна для того, чтобы в дальнейшем не учить формулы. И я вот очень стремлюсь к этому, потому что я лично сам, я не знаю формулы. Вот правда, это может быть смешно, человек, который преподает математику, не знает, не заучивает формулы, но на самом деле это правда, потому что я никогда не любил учить стихи, не люблю вообще ничего-либо учить. Я люблю все понимать, я просто вот люблю приходить на предмет, мне что-то рассказывать, я понял, все, мне ничего заучивать не нужно. И насколько я знаю, всем моим ученикам, никто не любит учить, им легче понять. Поэтому я запишу этот ролик, он будет не совсем простой. Но если вы поймете, это будет очень круто, почему такие значения, вот корень из трех на два, корень из двух на два, почему они появляются? Можете послушать. Почему у нас вот здесь вот, например, написано одна вторая, корень из двух на два и корень из трех на два? Я хочу вам объяснить, почему будут эти значения. Давайте пока сотрем их, просто запомню, что они тут будут. Напомню, что это у нас 0, это у нас π. Раз π, она полуокружности отсекает, то это можно представить как 180 градусов. Можете записать, что π это 180 градусов. Если как угол это рассматривать, тогда сколько будет π на 6? Например, вот построим здесь π на 6, да? Если π это 180, то π на 6, это 180 делить на 6, будет 30 градусов. Хорошо? Проведем вот так вот пунктирчиками и опустим высоту. Вот здесь должно быть значение, да? Вот здесь должно быть значение на косинус. Это у нас косинус. Так вот, здесь угол будет 30 градусов. Это понимается, да? Смотрите. Мы опустили высоту, значит здесь угол 90 градусов. Окей? 90 градусов. Значит здесь 60, нам он не нужен. Что нам нужно? Смотрите. Я напомню, что в окружности у нас радиус равен 1 сантиметру. Вот смотрите, от центра до сюда, сколько будет расстояния, если радиус равен сантиметру, будет 1 сантиметр, да? А катет, лежащий против угла в 30 градусов, вот 30 градусов, равен чему? Половине гипотенузы. Это правило из геометрии. Значит вот это будет 0,5. Либо давайте запишем 1,2. 1,2 сантиметра. Да? Смотрите. Что такое косинус? Косинус это прилежащий катет. Вот смотрите, вот на эту точку смотрим. Давайте я даже нарисую лучше, как этот треугольник. Как треугольник вот так нарисуем, будем его рассматривать. Да? Вот этого угла. Смотрите. Здесь 30. И нам нужно найти вот косинус вот отсюда. Что такое косинус? Косинус это прилежащий катет. Вот он. Прилежащий катет. Делить на гипотенузу. Правильно? Гипотенуза. Мы это в 8 классе проходили, когда затрыгивали 1 раз. Что такое тригонометрия? То есть нам нужно найти вот этот катет и поделить его на вот эту гипотенузу. Как его найти? По теореме Пифагора. Давайте еще раз треугольник этот запишем. Вот так вот. Здесь у нас 1, 2. Здесь у нас 1. Это обозначим как х. Все подставим по теорему Пифагора. Давайте. Давайте вот так вот пока сотрем. Нам эта часть не нужна будет. Вот так вот. И попробуем посчитать здесь. Утарился. Продолжаю. Ничего. Значит, что у нас? Будет х в квадрате плюс 1, 2 и все это в квадрате равно 1 в квадрате. То есть мы все вот эти, все глины подставили под теорему Пифагора. Что у нас получится? Будет х в квадрате плюс 1, 4 равно 1. Правильно? 1, 4 перекидываем. Получится х в квадрате равно 1 минус 1, 4 будет 3, 4. Чтобы найти х, мы кидаем все под корень. Получится корень из 3, 4. Давайте по-другому это запишем. И это будет х равно корень из 3 делить на корень из 4. Правильно? Ну, корень из 4 это 2. А корень из 3 мы не находим. И поэтому вот это значение будет корень из 3 на 2. А что такое косинус? Что такое косинус? Сейчас. Косинус это прилежащий катет делить на гипотенузу. То есть мы корень из 3 на 2. Ой, не так. Корень из 3 на 2 делим на единицу. Это будет корень из 3 на 2. Вот именно поэтому вот здесь такое значение. А не потому, что там вам сказали зазубрить это. Давайте найдем оставшиеся значения и найдем корень из 2 на 2 и 1 на 2. Они находятся по такому же принципу. Давайте вот это сотрем. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот здесь вот подправим. Так. Так, здесь у нас нолик, да? Давайте вот так вот. Такую дугу сделаем. А найдем пи на 4. Допустим, пи на 4 вот здесь вот. Почему будет корень из 2 на 2? Вы меня спросите. Давайте, смотрите. Проведем вот так вот линию, да? Она одному сантиметру равна. И проведем высоту. Ну, она вот здесь вот будет. Вот тут вот. Она корень из 2 на 2. Но почему? Сейчас я объясню. Смотрите. Если у нас пи на 4, я сказал, что пи это 180 градусов. Значит, если мы пи поделим на 4, это будет 45 градусов. То есть вот здесь вот 45 градусов. Высота у нас, я напомню, это 90 градусов. Значит, здесь будет сколько градусов? Вот у вот. Значит, здесь будет 45. А это у нас равнобедренный треугольник. Тогда мы эту сторону можем обозначить за x и эту сторону за x, потому что они равны. И все подставить в теорему Пифагора, чтобы найти эти стороны. Давайте подставим. Давайте вот здесь вот теперь это сделаем. Что у нас будет? Будет x в квадрате плюс x в квадрате равно 1 в квадрате. Получится 2x в квадрате равно 1. Делим на 2. Получится x в квадрате равно 1 вторая. Закидываем под корень. Получится корень из 1 второй. Это можно представить как корень из одного делить на корень из двух Получится один делить на корень из двух Смотрите, ну вот эта дробь, она будет иррациональная Она иррациональная, поэтому нам нужно избавиться от корня в знаменателе Тема корня Нам нужен на корень из двух и поэтому получится корень из двух делить на корень из четырех То есть корень из двух на два А что такое косинус? Если вот это у нас корень из 2 на 2 И вот это корень из 2 на 2 А вот это единица Косинус это вот эту сторону Делить на вот эту сторону Получится корень из 2 на 2 Делить на единицу Получится корень из 2 на 2 Вот именно поэтому Вне зависимости от сторон Главное какие углы Косинус 45 градусов Будет равен вот этому Ну давайте разберем последний случай С одной и второй Зачем нам вообще в жизни этой информации Зачем нам в тригонометре Зачем нам все это понимать Понимаете В тригонометре это связь очень многих всяких штук И если вы не будете по отдельности понимать что где Вы не сможете никак с этим работать Вам придется заучить всякие формулы Но если вы например понимаете Например что как там косинус 275 градусов Грубо говоря Вы на самом деле можете разобрать что это 275 градусов Потом провести линию Там провести на косинус и так далее То есть разобраться как-то с этим Короче Просто вы можете Это Просто совет мой такой Поймите Каждую деталь Вот представьте что у вас машина какая-то есть И поймите каждую шестеренку в этой машине И тогда вы сможете Не учая никакие формулы Понять что там происходит внутри Вот Чтобы не учить формулы Советую вам понять Что такое тригонометрическая крупность Я считаю что это очень важно Мне это помогло Я не знаю ни одной формулы Но могу со всем этим и работать Поехали Последнее докажем Почему одна вторая Одна вторая у нас где значение пина Пина 3 Проводим государению Если пи это 180 То пина 3 Это 60 градусов Давайте нарисуем этот треугольник Здесь у нас 60 градусов Здесь 90 Значит здесь будет 30 Это доказывается проще всего На самом деле нужно было с этого начинать Чтобы было проще Значит если вот это один сантиметр Тогда вот это одна вторая сантиметра Катит лежащий против угла 30 градусов Правил половин гипотенузы Это правило из геометрии Мы просто вот эту сторону делим на вот это Получится одна вторая делить на единицу Получится одна вторая Вот это самое простое объяснение Почему косинус 60 градусов равен одной второй С вами был Спартак Спартакович Если вам было понятно Как вот теперь работает Откуда получаются эти значения На этом наш третий урок закончен Надеюсь что вам было полезно Пока Ёбаный сыр А нормально все